Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня у нас последний день мая, 31 мая 2024 года. Ну как обычно, Киев за три дня. Да, мы в курсе. Итак, аэрошисты полностью увязли на фронте, сделать не могут уже абсолютно ничего. Пытаются периодически, не, они периодически атакуют по всей линии фронта, особенно Донецкая область и Запорожская, да и Херсонскую нельзя сбрасывать со счетов. То есть, там происходит просто у них какие-то, знаете, потуги периодически в наступлении, но ничего это абсолютно не дает. Ну, если считать там большим прорывом продвижение где-то там на 123 метра 15 сантиметров, ну, тогда да. А так, в общем, конечно, нет. В Луганской области встречные атаки, там уже даже наши больше атакуют. Ну и в Харьковской области тоже больше атакуют уже наши, чем они. Да, тут с Харьковской области вообще очень интересная такая произошла метаморфоза. Дело в том, что они там начинали операцию с тем, чтобы заставить нас снять боеспособные бригады с Донецкого направления, перекинуть под Харьков, спасать Харьков, которые вот они рассчитывали там окружать и так далее, и так далее, всю бредятину. Как результат, это наступление у них полностью провалилось, и в результате с линии фронта снимают сейчас подразделение они с тем, чтобы засылать их под Харьков. С тем, чтобы не провалились хотя бы те, кто уже там находится. А там вот те полки, которые находятся вот в этих вот аппендицитах, которые расисты сделали в Харьковской области, уже выбиты очень капитально, некоторые на 70%. То есть, там вообще непонятно, кому у них сейчас воевать, и они, я же говорю, перебрасывали... То есть, получилось все с точностью наоборот. Вместо того, чтобы наши перебрасывали туда свежие бригады, в результате перебрасывают уже не свежие бригады они. И это говорит еще об одном, что боеспособных подразделений где-то в Загашнике у них нет, потому что они их забирают с Донецкого направления. Вот так, ни больше, ни меньше. Еще один очень такой интересный момент, что под Вовчанском наши начали обнаруживать убитых чмобиков, которых могилизировали, чтобы вы понимали, где-то 12-14 мая. Получается, что 12-14 мая их могилизируют, отправляют в часть, а грубо говоря, 29-30 мая они уже трупы. Соответственно, какой срок? Две недели? То есть, эти люди явно не проходили никакого обучения, попали в часть, их вооружили, собственно говоря, кое-как надели, доехали они до Украины, пошли в атаку, первая же атака оказалась последней. На этом все. Вот такие вот воинские части, они сейчас гонят на убой. Ну и это сказывается на потерях. Посмотрите, опять выше среднего, 1390 кандерпупленных путерастов за вчерашние сутки. Всего 507 650. Сумасшедшие, конечно, цифры, но которые Путину абсолютно на них начхать, потому что он этих вот дураков, которых он послал подыхать в Украину, давным-давно уже списал. Они его больше не интересуют, в принципе. 18 танков за вчерашний день отправлено в металлолом. При общем количестве разбитых у Путина танков 7 728. Я уже своими глазами видел фотографию разбитого очередного танка с мангалами и все. Ну и речь не о мангалах. Там даже, по-моему, кстати, не мангалы были приварены, а кровати были, эти металлические каркасы кровати были. Ну и опять не в этом дело. Это был танк Т-54. Он очень похож на Т-55, но пушка другая, она по-другому выглядит. Т-54. То есть это начало 50-х годов производства. Так, чтобы вы понимали, как в великой, могучей Россиюшке танкостроение сейчас работает. Т-90. Рядом горят на одном поле, да, может гореть Т-90М, прорыв новый, стоимостью 4 миллиона долларов. И там в 50 метрах от него горит Т-54. Ну, это российская армия, да. 22 бронемашины. Разбито было у Путина за вчерашний день общее количество, так сказать, закобзоненной техники, вот этой легкой брони. 14 935, уже очень скоро будет 15 тысяч. Да, и тут еще один момент, смотрите, некоторые, ну, наши люди, они не могут без зрады. Швеция передает нам все свои имеющиеся в наличии бронетранспортеры. Это бронетранспортеры, кстати, плавающие, чтобы вы понимали. Которые сделали на основе американского бронетранспортера М-113, который во всех армиях мира принят. И довольно неплохо. В том числе и в американской, и в израильской, и так далее. И до сих пор на службе. Вот, а это как бы в развитии этого М-113 начали говорить, ой, это плохая техника, да, ей сколько лет, да, тыры-пыры. Ну, во-первых, ну, что значит плохая техника? Вот в американской армии ее предшественник до сих пор в ходу и аж бегом со свистом, да. Ну, вот, то есть не считают, почему это плохой техникой, это первый момент. Второй момент, вот, например, по бронезащите, если брать тот же самый, вот этот шведский бронетранспортер, который нам передают сейчас. Кстати, не так-то и мало, говорят, что передали в результате порядка, или передают, не обессудьте, порядка 170 штук. Не так-то и мало. Все, что было у них на хранении. Так вот, этот бронетранспортер, например, выдерживает попадание 20-мм пушки в лоб. Если же говорить вот о той технике, которая была вот у меня в армии, там у нас были БМП-1, вот, ну, так ее наспязь прошивал в лоб КПВТ 14,5 мм. Просто, не то, что, блин, оно залетало и вылетало. Я буду молчать за ракушку, там вообще брони нету, БМД там брони нету, это же, там, это, как он, это, сплав, алюминиевый, я вообще не знаю, ну, хотя бы пистолет держит. Вот, чтобы вы понимали, да. А этот держит, вот, плюс плавающий, не такой, не так-то он и плох. Плюс великолепное хранение, уж понимаете, у шведов, он стоял в ангарах. Но нашим надо, надо зраду развести, зрада, зрадная, куда ж без зрады, конечно же, зрада вокруг. Да, 39 артиллерийских систем за прошедшие сутки было уничтожено, всего 13 140, ну, огромное количество пушек, также у них проблема с пушками, как и с легкой броней, как и со всем. Расконсервируют то, что ставили на хранение в 50-е годы. Оно, конечно, стреляет, да, и все такое, но елки-палки. Ну, этой пушке 80 лет, или куда, ну, блин, ну, всему есть какие-то, говорится, пределы, да. Куда уже? Не 80, 70 лет, окей, хорошо. О, еще интересный момент по поводу северокорейских систем РСЗО, ракетных систем залпового огня. Интересно было это видео. Ну, Ким Чен Эн, он же не может без того, чтобы как-то там себя не пропиарить, он же у нас блистательный товарищ. Он показал, как, значит, носится удар одновременно, там, наверное, из 20 или 30 установок северокорейских, аналогичных, я так понимаю, урагану. Их поставили в ряд, вот так вот, это то, что они могут потенциально передавать на Россию, да. Еще не видел там у них северокорейских, но, может быть, и будет. Значит, стоят они в ряд, и показали какую-то точку, куда они все, собственно, лупанули, чтобы, смысл в чем? Смысл, чтобы одновременный залп был, это заснять дело, да, и одновременно все ракеты летят куда-то, вот оно такое красивое делает, как бы, шатер из этого вот огня, такой огненный, такой вал накатывает. Оно-то получилось, они-то пульнули, но вот я потом присмотрелся повнимательнее, из, наверное, двух десятков ракет, штуки четыре улетели куда попало. То есть, вот если все летели вот так, и то они неровно, понимаете, когда лупишь вот так вот, им наверняка давали целеуказание такое, чтобы все летело параллельно, ну, потому что иначе это не имеет смысла. Вот, а у них получилось как, они сразу полетели, не параллельно, в разные стороны летели, но там четыре штуки просто тупо изменили направление, куда-то вообще в сторону полетели, да, то есть, если, грубо говоря, ты стреляешь сюда, оно летит уже туда, и сразу пересекли все эти вот, струи от этих ракет пересекли, струи от тех ракет, оно не получилось. И оно, мягко говоря, выглядит жалко, и у Бога, лучше бы она этого не делала. Ну, в принципе, для ваты и так сойдет, да, вот такой вот, такой вот помощник у России. Да, по самолетам-вертолетам 357-326, а вот беспилотников нащелкали очень много, 55 штук за вчерашний день, в основном шахеды, было шахедное недержание, 10 587 в общей сложности. Также вчера было сбито 7 крылатых ракет в общей сложности, одна из них вот здесь под Киевом, летел очень, это был Искандер-К, летел очень низко, и поэтому его поздно заметили, и сбили уже над Голосеевским районом, он завалился на автосервис. Разбил машины там, ну, такое, горело, пожар был, да, сегодня утром. Дальше, 56 автоцистерн, значит, и автоцистерн, грузовиков, буханок и так далее. Ну, это много, ну, в общем-то, обычная потеря у них за день, успевают, только успевают делать новые или там консервируют, ну, хотя, наверное, новые не успевают, расконсервируют, потому что там еще в 73-м году было поставлено на хранение, да, 17 905 всего. И вот что важно, ребятки, 11 единиц спецтехники, вот это очень важно среди них, кстати, уже, ну, среди этих 11, вот эта большая станция неба, СВУ, которая в состоянии отслеживать чуть не 400 километров фронта, то есть, вверх она смотрит на 20 километров, и вдаль там на 400, и 200 целей одновременно держит, ну, ничего она не удержала, короче, вчера утром у Кондропупели ее нет, вот, и сейчас по этим вот всяким радиостанциям, РЭБам, РЛСам работают с утроенной энергией, потому что это то, что мешает нам жить. Сейчас, слава богу, есть у нас ракеты, есть авиабомбы, которые очень четко отрабатывают вот эти цели, против которых они беззащитные, вы видите, если раньше там одна-две единицы спецтехники летели в утильсырье, сейчас воно по 10-11 штук, это говорит о том, что очень скоро у Путина будет и здесь уже дефицит, плюс будет дефицит, конечно, обслуживающего персонала, потому что, когда прилетает по вот такой вот РЛС, то, сами понимаете, от персонала остаются рожки до ножки, все будет Украина.